Всем привет, с вами я, Асап Бендер, и я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я немного отойду от темы Warface и поиграю в игру Deus Ex-Making Divided. Скажу вам честно, эта игра вышла еще аж в сентябре 2016 года. Ее я ждал довольно долго, а еще дольше я ждал, когда же наконец-таки у нее взломают защиту Денова. Но, ребятки, это сделали сегодня, и я в этот же день уже установил себе эту игру. Скажу вам честно, я немножко посмотрел, конечно, фпс низковат для записи, но я надеюсь, будет нормально. Давайте пропустим видео, которое рассказывает нам о событиях Deus Ex-Human Revolution. О ней я когда-то делал прохождение, но потом удалил его с канала. Даже на низких насуроках тут довольно хороший уровень графики, да. Спаси его не удалось. О, бежит какой-то чувак, ух ты. Э, зачем стрелять-то? Ворвался в кабину авиалайнера компании «Чисто» и захватил самолет. В результате крушения погиб 251 человек, включая членов экипажа. Ой, взяли, пристрелили паренька. Блин, еще была боли, что-то... Кстати, именно тогда вот и закончился Deus Ex-Human Revolution, и с самого его момента прошло два года. Главный герой теперь уже не работает на Дэвида Шерифа, он теперь в отряде Интерпола. Да, конечно, у него протезы нехилые. Какой бы слететь с катушек? Железяха. Если слететь ума критерий, то ты даже испугаться не смеешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это шутечка, о-да. Нет причины посадки. Хорошо. Ты единственный аугментированный агент в команде, и я надеюсь, что ты нам пригодишься. Теперь это так называется, аугментированный. Ну да, у него же цветы, вот эти имплантаты. Так, походу будет экстрон... Блин, инструктаж. Знаете, наверное, давайте я включусь уже после инструктажа, потому что хрен знает, насколько он может затянуться. Ребятки, да. Это дело долгое. Так, ну что, главный герой отправился вниз. Такое что-то... Сейчас надо кое-что нажать тут. Главный герой приземлился, конечно, да. Летел без парашюта со своей системой. Икар. Да, как феерично. Кстати, название тоже взято из древнегреческой мифологии. Deus Ex, там вроде как-то была сцена, связанная с какими-то то ли с древнегреческими, то ли с римскими богами. Точно я не припоминаю. Да, конечно, как вы видите, есть кое-какие пролаги, но тут еще куча объектов, с которыми можно взаимодействовать. Скажу вам честно, игра это явно не для того, чтобы снимать на моем компе. Поэтому полное прохождение я делать не буду, так как тут я смотрел, есть довольно динамичные моменты. В итоге получится то, что, мягко говоря, у меня может это дело зависнуть. А мне как бы не особо хотелось, чтобы у меня зависла эта игрушка так. Давайте глянем, что тут есть из таких инвентарь. Такая... Вау, вот они. Вот они модификации. Кстати, это еще не все модификации. Нам потом что-нибудь новенькое там откроют. По сюжету, да. По сюжету будет очень много новенького. Ну, вы знаете, главный герой немножко постарел. Все-таки прошло два года с момента событий, которые были. Ух, интересно, как же у него там сложились дела с Меган. Так. Отлично разбил. Неплохо, знаете, даже на низких тут довольно приличная графика. Я планирую пройти полностью эту игру. Потому что, блин, я довольно фанат такой серии игр Deus Ex. Ну, кроме Deus Ex Fall, как-то она мне не зашла. Вот Deus Ex Human Revolution. Да. Просто великолепно так. Могу я отпрыгнуть? Нет. Увы, к сожалению, отпрыгнуть я не могу. Ну, ничего. Там труп просто лежал, и я хочу его обыскать. Я знаю, что можно сделать. О, птички еще летают. Это, конечно, оригинально. Хорошо, хоть сразу есть система приземления икар. Так. И заново ее прокачивать не придется, так как это все-таки довольно удобная вещица. Можно с любой высоты прыгать. Ну, вы видели, как главный герой там с верстолета сиганул без парашюта. И приземлился. Так, ну что тут надо делать? Посмотрим. Так. Отлично, я передвинул ящик. Нужно куда-то сюда идти. Так. Прыгнул. Что дальше? Так. Ой, свалился. Ах, черт! Что такое? У них тут несколько генераторов запущено. Придется взламывать панели. Ты справишься, Макрити. Все не сложнее детской мозаики. Красный это фу, бяка. Да пошел. Да, главный герой, конечно, с чувствами юмора. Его не обделили. Как мозаика красная? Фу. Это бяка. Ух, блин, это, конечно, та еще умора. Ну, ой. А вот и пролагнуло. Так, что-то у меня тут немножко проглюкнуло так. Но, надеюсь, ничего страшного. Из-за этого не произошло так. Нужно выбрать здесь сверхзрение. Так. Как его выбрать? Так. Надо как-то посмотреть, как его выбрать. Что за МММ такое? Так. Сейчас гляну. Надо как-нибудь тут посмотреть. Ты, что же делать? Так, бесшумные ноги. Маскировка. Так. Походу, я не сделал еще так. Так. Ну-ка. Нет. Что-то тут надо как-то сделать. А, во. Все, отлично. Тут надо просто на клавишу было ее назначить. Давайте посмотрим. Так. Огнетушитель. И что с ним делать? Опаньки. А там трещина в стеночке. Так. Что с этой штукой можно-то сделать такое? Так. Может, его бросить надо? Да. Вон туда нам, может, надо его туда бросить. Нет. Что-то как-то не то. Что-то какая-то хивня получается. Ну, давай. Так. Ой-ой. Я еще выстрелил. Так. Ну-ка. Блин, нахрена я огнетушитель кидал? Можно было и так сделать. Ну, я. Как это говорится в одном фильме. Ну, ты, брат, даешь. Так. Надо сейчас, кстати, обучение тут назад быстро в инвентарь поставить. Так. Ну, давай. Так. Как тебе тут? Парализующий пистолет. Знаете, он теперь тут выглядит хоть более-менее прилично, а не как с первой части. Так. Тебя вставить. Так. Один. Так. А вот, все. Отлично. Пойдемте посмотрим, как тут что делать. Так. Отключено. Нужно восстановить питание. Так. Там два шкеда, а питание находится там. Понятно все. Так. Тут как-то эта поверхность, походу, водичкой и накрыта так. Надо глянуть. Так. А нет, все нормально. Тут стеночка, так что меня видно не будет. Так, рубильник. Таня восстановил. Ой-ой. Так. Возьму батарейку. Звук уже мне не нравится. Опаньки. Там и электроток. Ой-ой-ой. Нужно, пожалуй, обходкой воспользоваться. Во как можно сделать. И вот так. Да, а че нет-то? И поверху аккуратненько потопали. Чап-чап-чап. Все, причапали мы сюда. Посмотрим еще систему стелса, как она тут работает на чуваках. А че нет-то? Че в принципе и нет-то. Нужно взломать. Правда, как-то она тут взламывается, мягко говоря. Не особо мне понятно. Ой. Да. Так, захват. О, да. Сейчас она еще будет взламываться. Сник органа красная. Это бяка. Да. Ну, конечно, главный герой шутник. Кстати, я слышал, тут еще будет русская мафия. Так, понятно, это не лифт. Так. Опаньки. Тут сейчас будет стелс-режим, походу. Так, сейчас посмотрим. В принципе, нормально. Так, опа. Опа. Так. Там прохода нету. Ну, что тут можно сделать? Опа. Вы знаете, такой бы движок на первую часть, было бы вообще шикарно. Так. Опа, это что, система перебежек? Ух, вообще великолепно. Вы знаете, вот это я понимаю. Так, ну, я же тебя нейтрализую, правильно? Скажу вам честно, первая часть мне настолько сильно нравилась, что я даже играл в нее на своем слабом компе. И с лаганой версии я ее пытался проходить. Да, это было, конечно, жестко, когда там то одно не работало, то другое. Из-за моих пролагов система маскировки на всех батарейках затягивалась где-то аж на минуту. Но полностью я ее не прошел, так как в одном месте у меня там, мягко говоря, вылетало. Так. Так, ты смотришь? Эй-эй-эй, не надо смотреть сюда на меня. Так. Блин, что-то они балаболят уже тут не по-русски. Вот, мальжахеты хреновые. Так, я спрятался тут. Ну что, шкет, будешь выходить? Так. Отлично, обезвредил. Ой-ой-ой. Че это такое? Опаньки, чувак. А ты кто такой? Ты че тут делаешь? Не надо. Что я тебе говорю? Не надо. Кстати, тут еще газета есть. Все, чувак. Ну-ка. О, все, отлично. Газета. Так. Надо попробовать газету почитать. Стигеран. Сегодня, спустя два года. Да ладно, там неинтересная хрень была. Давайте обищем их. Так, пусто. Патроны пригодятся. Давайте тогошки до обыщем. А че нет-то? Так. Пистолетные патроны. Можно было бы еще пистолет себе поставить. Ну, блин, на него без глушителя толку особо нету-то. Так. Вот он. Отлично. Ребятки, знаете, что на этом мы, наверное, на сегодня закончим. А то видео, возможно, уже слишком длинным получилось. И закончим сейчас, как поедем наверх. Поэтому, как приедем туда, так и закончим. Так. Давайте в пентхаус. Таким мы все-таки на крыше. То, ребят. Я на этом с вами, наверное, попрощаюсь. Так что... Мак. Внимание. На доплере видно, что надвигается буря. Она будет сильной. И здорово нас потреплет. Ненавижу ебаную пустыню. Бурю везет. Хе-хе-хе-хе. Ух, да. Ну что, нормально. Сразу видно, что военный. У меня вон однокашник с армии вернулся. Мат-перемат. Сразу видно, что в армии побывал. Ладно, ребят. На этом будем на сегодня заканчивать. Так что, если вам понравилось данное видео, то не ленитесь. Поставьте ему лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Ссылочка будет в описании. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем спасибо. Всем пока-пока, друзьяшки.